Добрый день! Девушка и военный танцуют вальс. Вот что об этом скажете? Для начала я представляю собой морское собрание. Председатель нам уже 30 лет. 30 лет? Уже 30 лет мы до сих пор боремся и за правду, и за облик города, и за его историю. За восстановление его исторических моментов, которые потихонечку забываются. Со временем теряется и дух города, формировавшийся веками, и много чего другого. И памятные места становятся непамятными. Так вот, идея, которую вы спросили, насчет скульптуры. Сначала было слово, сначала была идея увековечить севастопольский вальс, который охватил весь практически русский мир. Я приехал, помню, в Германию, и немчик, такой благообразный, спросил, «From where you are? Откуда вы приехали?» А я ей говорю, в Севастополе. Он вот так, а-а-а, закрутился вокруг, похлопывая себя везде, да, и запел на чисто немецком языке севастопольский вальс. То есть, севастопольский вальс помнят все моряки, песни так. Но не только моряки, он охватил весь русский мир. Вот спросите, хоть в Америке, я прошел и всю Европу, и всю Африку, встречался со многими людьми. И с эмигрантами, да, которые не потеряли русский дух. И с удовольствием исполняют на своих посиделках. Хотя они даже никогда не были, это потомки изгнанников, никогда не были в России. Но севастопольский вальс знает и поют. И при мне даже его исполнили на 95-летие изгнанницы. Ну, одной из старейших на русском зарубежье. На сегодняшний день предположительное место установки такой скульптуры уже известно? Мы не рано забежали, неизвестно. Мы боремся за место. Сначала нужно, вот сколько мы тут не собираемся, сразу спор за место. А где место? Сначала нужно принять... Концепцию. Концепцию. Надо он тут или нет? Надо. Все хотят. Хорошо. Где место? Место Приморский бульвар. Мы можем биться за место, и оно успехом не увенчается. Тогда зачем это спор, если его вообще не будет? Помню я еще при Украине, ровно в 2013 году, мне вручали медаль за заслуги перед городом. Это за памятник Пушкину, который мы поставили на фиолетии. Это вы принимали участие в установке этого памятника, да? Да. Меня это вызвало улыбку, что вы сказали. Ну да, но я не знал об этом, к сожалению. Вы мне льстите. Да. Это было по решению Севастопольского морского собрания. Давно. Мы это решение вот принесли. Целых 12 лет мы бились за него при Украине. Наконец собрали деньги и поставили. Я, кстати, за них еще не совсем рассчитался с Севастопольской, Малаклавской керамикой. И там каждый месяц отдаю по рублю. Понятно. Да, тем не менее, он является украшением всей вот этой территории исторического нашего наследия, фактически. И монастыря там все, и монастыре были, и побережьем восхищались. И Евгений Марков описал его очень хорошо. Были там и императоры, и писатели, и поэты, художники, как от Верещагина, и так дальше. Сейчас это вот самое посещаемое место. Это самое красивое. Всегда цветы, всегда цветы у памятника, всегда люди смотрят, здороваются с Пушкиным. А Пушкин это наше национальное достояние. Я, кстати, недавно, пользуясь слушаем, недавно узнал, что, оказывается, Пушкин еще и ученым был, о чем неизвестно практически нигде. Он и историк, он и политолог, он и литератор, он и русский язык современный создал, язык, на котором мы сейчас с вами разговариваем. Он его усовершенствовал, довел его до ума. Именно вот так. Так, вернемся к Вальцу. Не надо спорить о месте, оставьте ненужные споры. Есть такое стихотворение у, по-моему, Высоцкого. Дело вот в чем. Сначала принимается решение увековечить севастопольский вальс, потом как. Я предложил в виде скульптуры, не только я, это предложение поддержали все архитекторы нашего города. В 2009 году приняли решение установить, увековечить севастопольский вальс в виде танцующей пары. Молодой матрос и невеста, или офицер с невестой. У меня в морском собрании находится целых 10 макетов. Вот, можно выбрать любой. И даже выбрали тогда еще. В 2013 году подтвердили это решение наши севастопольские коренные архитекторы. Вот только что-то не нашли положительного, ничего. В этом решении современные архитекторы, современная архитектура, культура, охрана культурного наследия и так дальше. И когда заходит разговор, что севастопольский вальс это наше духовно-культурное наследие, это мирный, духоподъемный, жизнеутверждающий гимн города. У нас что, не памятник, тот человек с ружьем. А вот где мирный гимн, но духоподъемный, но духоподъемный, это севастопольский вальс. Если его поставить на свободном месте массового досуга жителей Севастополя, каждый подойдет к его погладе. Обязательно. Подраит туфельку невесте. И представить в своей голове, как эта музыка звучит. Вот, вот, вот. Так она-то будет звучать, скажем, через каждую часть, через какое-то время будет и звучать. И в чем дело, что вот ни департамент внутренней политики, ни департамент культуры, ни управление культурным наследием, ни архитектуры не вызвало никакого к этому вопросу интереса. А управление охраной культурным наследием и говорит, а это не культурное наследие. В списке его нет и все. Вот так же, как крейсер Михаил Кутузов. А его нет в списке культурных наследия. Они чужаки, чужаки они нам, по большому счету. Так я вам скажу, что вот при Украине мы поставили памятник Пушкину, а тут 10 лет. Вот бьемся, ничего понимания не нашли. Насчет сегодняшнего собрания. Ветеранов России. Так наше называется вот сегодняшнее собрание. Круглый стол. Ветеранов. Ну и вот, очень мне понравились по душе вопросы. Ответственности чиновников за состояние, за состояние сознания каждого из нас. За сохранение духа и облика города, ответственность. А дух города выхолощивается, который веками формировался, веками дух города Севастополя, как города-герои. Он выхолощивается с каждым днем. Именно вот этим вот непониманием, безразличием к нашему духовному наследию. И Севастополь так может скатиться на задворке истории. Есть и ряд других вопросов. Я не хотел бы вас занимать много времени. Например, среди памятных дат или памятных дней. Ну, скажем, не красные дни календаря, а простой памятный день. День Пушкина. Не в каждом городе он был, но каждому городу ценен. Так почему бы нам это не ценить и установить День Пушкина? Такую традицию. Такую именно традицию в городе. Я, кстати, был в Москве, в имении графини Гончаровой. Там как раз проходили пушкинские дни, пушкинские вечера. Это такое грандиозное событие. Если это сделать в Севастополе, то это будет здорово. Нет, ну так этим же надо заниматься. Это вопрос не в деньгах, не во времени, а вопрос в голове. И в отношении к городу, сохранении его традиций и культуры, улучшении его. Ну, облагородить город надо. Внести новую струю, свежий воздух. Вот Севастопольский вальс и был бы вот этой свежей, духоподъемной струей. Да, было бы здорово. Но пока что бьемся 10 лет, пока ничья. И вместо, вместо Севастопольского вальса на Приморском бульваре с возвращением в родную гавань, там установлена шаткая, шаткая пластиковая конструкция под названием «Русская весна». А было бы правильно ко дню 40-летия города встретить силу с Севастопольским вальсом. Севастопольский вальс вернулся домой символично и показательно. Здорово. Будет в следующем году 10 лет, как мы в родной гавани. 10 лет русской весны. 10 лет русской весны. Можно название такое ни в чем почти не говорить. Мы уже, правда, знаем о чем разговор. Но для несведущего, что значит русская весна? А вот 10 лет, как мы вернулись домой, вот и вальс вернулся домой, и мы все вернулись домой. Ощущение такое будет. Осядет в сознании. Фу, мы дома. Севастопольский вальс звучит у нас в родной гавани. Но, кстати, понимания этого нет. Много еще других вопросов. Но мы тут с вами их не решим. Не решим, но их нужно озвучивать, нужно... Вот я надеюсь на вас, что вы озвучите это. Обязательно озвучите. На весь город. На весь город. Именно Севастопольский вальс. Это будет знак возвращения в родную гавань. Севастопольский вальс вернулся домой. Девушки, огромное вам спасибо. Всего вам наилучшего, здоровья, счастья. О морскому собранию принятие решений, которые были бы на благо нашего города Героя Севастополя. Кстати, Пушкин пришел в наш город не только в виде памятника на фиоленте, на месте его прижизненных следов. А Пушкин пришел еще в виде медали Пушкина. Вот инициатор, один из инициаторов сооружения этого памятника награжден указом президента по медалью Пушкина. Пушкин, ну это здорово. Это единственная на весь наш город. Да вы что? Да, значит... Медаль Пушкина. А это же можно и в области искусства, и в области журналистики Пушкина. Это все, что связано со словом, с искусством, с русским духом, как Пушкин. Да, да, да. Здесь русский дух, здесь Руссию пахнет. Да, вот, вот, вот. Да, да, да. Ну так вот, пришли мы в родную гавань, и вот, и этого запаха, ощущения, что вернулись домой, вот, судя по обращениям и отпискам, вот, на эти вот благородные начинания, на благородные инициативы, пока положительной реакции нет. Потому что чужаки. Надо, чтобы севастопольцы были правительством, но это мое мнение. Тогда они будут с большим желанием трудиться на благородных городов. Это тоже другой вопрос. Мне все равно, кто в правительстве, если он болеет за город, болеет за его дух, формировавшийся веками, болеет за его культуру, культуру в первую очередь, болеет за его облик исторический, болеет за его сохранение, его исторического предназначения, то для меня он и руководитель, и начальник, и уважаемый горный человек. И уважаемый горный человек. Неважно, пришел или пришелец из континентальной России, или наш, все равно. Главное, чтобы он управлял городом в силу своего понимания и ответственности за городом. Огромное спасибо. Всего доброго.